Вот сейчас Леон рассказывал какие-то, что я всё время попадаю в какие-то смешные ситуации, дурацкие. И я, стоя там за кулисами, вспомнила историю, которая была несколько лет назад, когда была пандемия. Я 4 месяца просидела на 17 этаже у себя дома, потому что нельзя было выходить. И вот когда я уже совершенно устала сидеть, я думаю, ещё немножко, я с ума сойду. Я вызвала водителя, говорю, Коля, везите меня куда-нибудь. Куда вас везти, Клара Борисовна? На Красную площадь. И какое моё было удивление, когда я приехала на Красную площадь и увидела огромное количество гуляющих людей. Тут такие люди, едят мороженое, уже тепло. И вдруг я вижу китайцы, делегация китайская. Они стоят, и какая-то это человек, 15, и рассматривают что-то на траве. Знаете, где Васильевский спуск, там трава такая. Стоят, рассматривают, смотрят, что-то говорят, 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 смотрят, что-то делят. Я думаю, что же они там увидели? Я подхожу поближе, вот так вот на цепочках. А я же невысокого роста, но рядом с китайцами трудно быть невысокого. Вы понимаете, да? Да. Я смотрю, на траве лежит Ленин. Ну, пьяный такой, мертвецкий. Ну, просто разбросал руки, ноги, лежит. А вы же знаете, что по Красной площади ходит Ленин. И Сталин. И этот Сталин, его все время спаивает, этого Ленина. Лежит Ленин, мертвецкий, пьяный, китайцы вокруг него. Они только что вышли из мавзолея. И у них шок совершенный. Они его поднимают и несут в мавзолей. А мавзолей, вы знаете, он работает до какого-то определенного часа и закрывается. Я никогда не видела, что в мавзолей можно постучать. И оттуда откроют. Охранник открывает. Они ему тычут этого Ленина. А он говорит, не надо, у нас свой там. Что было дальше, я не знаю. Но это та история, которую я видела своими глазами. Я не придумала ни одной буквы. И вот когда Леон говорит, что я все время попадаю. Ну, если я попадаю, ну, что же мне? Делать. Ну, так же бывает. Вообще ощущение, ощущение, что мы с вами знакомы всю жизнь. Всю жизнь. Я все-таки думаю, что многие из вас просто... Ну, я не могу сказать, что выросли на мне. Это как-то бы не очень хорошо было бы. Но как-то вот, знаете, у жизни, как-то мне кажется, есть круг. Это называется вот жизнь. Что такое? Замкнутый круг, как мне кажется. Это ронда. Ронда — это такая музыкальная форма. Замкнутый круг. Смотрите. Вот сами посудите. Что такое успех в пять лет? Проснуться сухим в постель. Что такое успех в семнадцать лет? Ну, провести ночь с женщиной. Ну, примерно, правда? Что такое успех в двадцать пять лет? Найти хорошую жену. Что такое успех в сорок пять лет? Работа, дом, семья, жизнь кипит. Что такое успех в пятьдесят пять лет? Найти хорошую жену. Что такое успех в шестьдесят пять лет? Суметь провести ночь с женщиной. И что такое успех в восемьдесят пять лет? Проснуться сухим в постели. Вот между всеми этими событиями происходит жизнь. Что тут сказать? Вообще, обо мне говорят, что я экзальтирована. Я такая экзальтирована. Ну, может быть, не экзальтирована, но какая-то очень нервная. Ну, знаете, вот если я себе скажу, ну, вот, знаете, вот я когда захожу в магазин, а там женщина пол моет в магазине. Вот я становлюсь, стою. Она говорит, а что вы стоите? Проходите. Я говорю, так вы же пол моете. Она говорит, да уже человек десять прошло. Проходите. Ну, куда же я пойду? Она говорит, что же вы стоите? Я говорю, и вдруг, понимаете, я дома, я дома забыла сменную обувь. Ну, представьте. Ну, что я могу сделать? Вот я такая, такая какая-то. Ненормальная. А если я уже в магазине ничего не купила, если бы вы знали, как я иду мимо охранника, я ей карманы выверну и юбку подниму, чтобы он видел, что я ничего не сперла. Так он меня до двери проводит, чтобы я по дороге ничего не тиснула. Ну, понимаете? Ой, как это даже неловко себе это говорить. Говорить, вы знаете, я очень люблю балет. Я так люблю балет. Я смотрю все балетные премьеры. Я ужасно люблю. Но, 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 но когда я вот бываю в театре, и когда на сцену выходит танцовщик, мужчина... Я опускаю глаза. Мне кажется, что все, все будут смотреть туда, куда мне интересно. А мне интересно, что они туда подкладывают. Ой, я не знаю, как... Знаете, знаете, вот со мной переключаются всякие истории. Вот я на работу езжу на автобусе, а там нужно через лесок пройти. Это было весной. Я приехала через лесок, и на меня, ну, прямо там сексуальный маньяк напал. Я в белой юбке, он меня извозил. В песке. И все, белая юбка была вся в траве. Знаете, что я сказала ему? Я говорю, мужчины, не волнуйтесь, я дома все тайдом отстираю. Ну, вы понимаете, он мне показал, вот и сбежал от меня. Вот так, вот так. Ой, я так устала. Мне так хочется отдыхать. Я устала от всего, от всего, что происходит. Так как это грузит и грузит, и грузит, и грузит. Я думаю, надо поехать, надо, надо поехать на курорт, надо отдохнуть немножко, чтобы перевести дух. Ну, я мужу сказала, у меня Валерий Павлович, он был занят на работе, он никуда не мог, у него какие-то отчеты. Я говорю, ну, ладно, сиди дома. Сама. Я заказала билеты, вот в интернете. Через две недели мне ехать. Ой, заказала билеты. Села на стул попить кофе. И вдруг мне как обухом. А вдруг, пока я буду отдыхать, Валерий Павлович приведет домой любовницу. Боже мой, что же она обо мне подумает? У меня ремонта не было пять лет. Две недели я поклеила новые обои. Я купила покрывало под цвет обоев. Я тапки его выбросила. Валерий Павлович тапки, с него снять их было невозможно. Купила новые тапки, по тапке трусы. Все, все. На самое видное место я поставила книгу «Криминалистика в судебной медицине». Пускай она знает мои интересы. И последний штрих пеньюар. Я достала его из красивого пакета. Вы даже не понимаете, каких он денег стоил. Размер даже на ногу мне не налез бы. Я так двумя пальчиками бросила на спинку кровати. Пускай эта сука знает, с кем соревнуется. И тут с работы пришел Валерий Павлович. Я на него посмотрела. Я думаю, боже мой, она же решит, что я с ним живу. «Она же подумает, что я вот этим вот довольствуюсь». «Нет, он хороший, он интеллигентный человек, он интеллигентный. Он даже, знаете, сорок раз отжимается от пола. это я ему сказала, что он отжимается. Я не могла ему сказать, что он пружинит на животе. «Нет, брат, а что я знала о сексе? Что? Что я знаю о сексе?» Я думала, что у нас с Валерием Павловичем это и есть секс. Он однажды пришел, простыл, чихал, сморкался. Я сварила картошку, засунула под одеяло. Говорю, иди дыши над кастрюлей. Боже мой, он так дышал над этой кастрюлей. Он никогда так надо мной не дышал. А потом я вдруг подумала. Я вдруг подумала. А вдруг у Валерии Павловича вот с этой вот, вдруг у него ничего не получится. Боже мой. Как же я людям в глаза смотреть буду? Как же я на улицу выйду? Я подумала, черт с ним. Черт с ним. Черт с ним. Черт с ним. С этим курортом. Не поеду. Все-таки я ответственна за моего Валерия Павловича. Это я его приучила к такой жизни. Все. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»